Всем привет, меня зовут Тарас, и я рублевый и гривневый миллионер. И сегодня такой вот знаменательный день, 2 сентября. В этот день я буду завершать свой путь к миллиону. Торгую я по своей стратегии, по скальпингу, и за все время торговли, за все время страданий и мучений, для меня скальпинг остается одной из лучших стратегий. Так как линии поддержки и сопротивления работают просто безотказно. Так, торгую я здесь на биткоине, биткоин-доллар, 75% правда. Видите уровень сопротивления такой вот. Заключил сделку на 2 минуты, так как посмотрел прошлую ситуацию и понял, что за минуту график может не опуститься. Здесь, видите, довольно-таки опасная ситуация. То график резко опускался, то резко выстреливал. Скажу сразу, что в этой части я миллион сделать не смогу. Начинал я свой путь, сделаю миллион во второй части, но все будет в одном видео, не переживайте. Начинал я свой путь со 131 500 рублей. И сегодня, в этот день, получилось сделать ровно миллион рублей чистыми. Видите, бьется график, никак он не может опуститься. Опуститься. Так, здесь я вот увеличил. И одна сделка у нас закрывается в плюс. И вторая немного не повезло в минус. Так, здесь я смотрю общую картину. Видите, график, как раньше, тоже не мог опуститься. Здесь принимаю решение, что 2 минуты было мало. Принимаю решение заключить на 3 минуты. Две сделки его заключил на 30 тысяч. По 30 тысяч. И еще одну сделал на 30 тысяч. Продолжение следует... И так, у нас здесь опять опасная ситуация. Никак не хочет график покинуть уровень. Вот здесь я увеличиваю, чтобы посмотреть. И все отлично. Первая сделка заходит. Вторая заходит. И третья сделка тоже зайдет. Как я это знаю? А знаю я потому, что видео уже записано. Повторяю, видео уже записано. Я просто комментирую свою торговлю. И так, смотрю. Смотрю на счет и вижу, что не хватает. Мне еще 33 где-то тысячи рублей. Чистыми я закинул 130 тысяч. И 39 тысяч дали мне бонусными. Бонусные средства не считаются, так как при выводе они сгорают. Видите, никак не хочет график покинуть уровень. Каждый раз возвращается к нему. И так, вот история торговли. Многие вот говорят, там торгуешь от каких-то непонятных уровней. Ну, если бы я торговал от непонятных уровней, у меня не было бы вот 9 сделок в плюс и 1 сделка в минус. Многие говорили, что там твоя стратегия не работает. Ты со своей стратегией не дойдешь к миллиону. Ну, вы знаете свое, я знаю свое. И вот здесь, вот видите, я все-таки решил еще заключить одну сделку на повышение. Два раза вот цена касалась уровня. Я принял решение, что на третий раз тоже будет отскок. Ну, такого вот мини-уровня. Знаете, вы будете правы всегда, когда будете говорить, что вот, вот я не смогу, вот я не смогу заработать денег. Вот мне не дано, я не смогу. И вы будете правы, вы не сможете. Если вы будете говорить, я смогу, я всего добьюсь, вы тоже будете правы. Здесь бы мне на 30 секунд хватило бы. Есть такие ситуации, что мне реально нужно на 30 секунд заключать сделку. И здесь вот опасная ситуация, но в последнюю секунду выстреливает. И сделка закрывается в плюс. Так, я смотрю на счет, и мне по-прежнему не хватает, сколько там, 8-9 тысяч рублей. Так что продолжим во второй части. Итак, хотел уже очень добить миллион, но не хотел поддаваться эмоциям. Мне просто было достаточно одной всего лишь сделки. Но решил добить безрисковыми сделками. Чтобы уже на такой вот ноте закончить, не искать эти флеты. Заключая две сделки по 3 тысячи рублей. И здесь график сейчас уйдет вниз. Вот, уходит. Хотел вот отменить сделку безрисковую. И здесь я принял решение, что буду заключать одну вверх, одну вниз. Но здесь тоже не так все красиво будет, если одну вверх, одну вниз. Потому что у вас вот будет, смотрите, у вас будет, у вас будет время лишнее, которое вам будет мешать. Вот, заключаю одну вверх, перехожу, опять активирую. И быстро одну вверх. Но здесь нормально, да, еще успел. Если на безрисковых торговать, заключать одну вверх, одну вниз, да, то нужно на экспирации было бы, а не на тайме. Так, у нас закрываются пока нижние сделки. Две в плюс, две в минус. А вот здесь вот как раз, мне как раз и не повезет. Сейчас увидите. Вот почему плохо заключать одну вверх, одну вниз, когда вы на тайме. На экспирации нормально, там все сделки закроются в один момент. Смотрите, это закрывается, здесь выстреливает и в минус. Здесь выстреливает и тоже в минус. И эти сделки тоже не закроются, смотрите. Вроде бы все отлично, на понижении. Но выстреливает и закрывается. И здесь также. Тоже закрывается, видите. Вот здесь вот как раз и не повезло. И обидно, что сделки на... Не хватает мне еще две тысячи рублей. Обидно, что сделки были на три тысячи. И вот у меня остались по тысяче рублей. Вот здесь я шикарно все открываю. Смотрите, одну. Но здесь не очень шикарно. Вот здесь вот. Когда график внизу, вверху я открыл на понижение. Когда график опустился, я на повышение. Опять график вверху я открыл на понижение. И здесь график просел, я открыл на повышение. И вот в этой ситуации мне таки как раз повезет. Будут закрываться все сделки. Итак, смотрите. Здесь выстреливает и закрывается на повышение сделка. Выстреливает вниз и закрывается на понижение сделка. Тоже закрывается в плюс. И это в плюс. Вот это будет в плюс. И последняя сделка у меня закроется в минус. Итак, давайте подведем итоги. Получилось заработать. Начал я свой путь к миллиону. Вон, 132 274. Миллион, 132 274 рубля. Начал я свой путь 18 июля. Со 131 500 рублей. А заработал на 2 сентября 132 274 рубля. Получилось заработать за это время. Миллион, 774 рубля. Вот такой вот получился марафон. Всем хочу сказать огромное спасибо за то, что верили в меня, за то, что поддерживали. Желаю всем больших заработков. Удачной торговли. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.